ну и плюс это на психику дает залезть в автобус это нереально на самом деле нет 10 раз подумайте прежде чем это просто опыт переехав сюда из города и 4 года мы живем просто воды нас лесу 3 сказал что все в норме соседу сыпется песок и я слышу как у него пластик скрипит жена у меня засыпает берушах как-то предотвратить вот этот хаос руки у меня уже опустились и вообще вы нам надоели вот затем мы не смогли потому что ничего не работает все на что я тут могу еще сделать собственно говоря и не я был просто шоке должна быть философия живи в аду на самом деле друзья добрый день я андрей артемов каждый из нас перед выбором квартиры смотрят красивые рендеры застройщика слушает пение отдела продаж а потом сталкивается с действительностью когда начинает жить в своей новой квартире первое впечатление жилом комплексе и не было очень положительное красивые фасады дворовая территория входные группы в уровень землей колясочные и многое многое другое когда находишься во дворе такое ощущение что попал в сказку потому что большинство проектов просто унылое построить и сдать дом одна часть дела вторая часть дела это качественно его обслуживать ведь тем более за обслуживание мы с вами платим свои кровные деньги а так ли все красиво и хорошо на самом деле недавно со мной связали жители комплекса янила для того чтобы показать и рассказать все прелести жизни в комплексе давайте вместе посмотрим о чем рассказали жильцы комплекса здравствуйте меня зовут евдокимов дмитрий я собственник вот квартиры жилого комплекса и не ла драйв здрасте меня зовут максим я собственник квартиры жека и мило кантри это первая очередь данного жека ну сегодня мы собрались рассказать вам о тех проблемах с которыми столкнулся я и столкнулся очень давно максим расскажу про себя немного в декабре 21 года мы получили квартиру въехали очень радовались но потом уже в январе начали просто сходить с ума потому что ехали соседи снизу мы слышим их каждое слово мы обратились в отдел гарантии один раз к нам пришел человек по имени сергей специалист гарантийного отдела встал посреди комнаты и начал измерять на мой вопрос что вы измеряете он сказал шум я спросила ничего что тихо вокруг что вы измеряете может быть вам нужно точку какую-то поставить снизу логи он ушел был написано еще одно заявление сергей пришел еще раз и мы попросили соседей включить музыку собственно грамм померил опять это все и сказал все в допуске тогда я дозвонился до начальника гарантийного отдела некого юрия который мне сказал если что я найду в чем причина то они все это исправит потолках были найдены не заделанные отверстия где идут стыки плит они тоже были не заделаны дома у себя я посмотрел стояк в ванной оказалось что вокруг трубы которая уходит вниз есть не заделаны отверстия вокруг трубы оказалось тоже есть отверстие и мы посмотрели стыки отопления в комнатах и я был просто в шоке потому что я снял пластиковые кольца там был намазан герметик если убрать это герметик то гильзы отопления и стяжка то есть там огромное отверстие вокруг и труба ходит спокойно если взять какой-нибудь 4 там палочки за макаронину даже и вставить ее вниз то она уходит к соседям прямо и ничего ей не мешает но собственно было написано уже три заявления на эти заявления пока никто не ответил то есть официального ответок нет нам постоянно приходит их специалисты смотрят светит фонариком говорят у вас все в порядке забавная ситуация была в том что я туда вставил вату ну чтобы хоть как-то это заделать он мне говорит так вот видите вата есть все у вас порядке и мне начали присылать ватсап видео о том что у них в других квартирах то же самое кухня зачеканена и все в порядке так и должно быть я позвонил опять юрию гора начальнику гарантийного отдела вам должен прийти главный инженер но соседи не было потому что они любят приходить когда всех нет то есть никто ни с кем не созваниваться не просто приходит вас не было все заявка закрыта уже прошло три месяца как ничего не делается абсолютно ничего мы договорились на понедельник прошлой неделе что они придут в итоге в понедельник никто не пришел а мы сидели ждали их никто не пришел я позвонил туда говорю почему никто не пришел но знаете мы не смогли я спросил неужели вам тяжело было нам позвонить сказать что у вас не получается на что они сказать что они не обязаны нам звонить и вообще вы нам надоели у вас все в порядке мы все смотрели все у вас хорошо у нас здесь идет короб здесь вентиляция а там короб с сонной трубой и в этой части слышно соседи просто нереально то есть мы здесь находимся на кухне и слышим все что рассказываю еще вот что касается вот этой стены она услышите как звенит то есть от нее постоянно идет тоже шум от соседей сверху снизу вообще неважно просто как такой передатчик это сами находили проблему никто из них не хочет разбираться в этом вы нам надоели мы не будем решать ваши проблемы никто ничего вам делать не будет они ссылаются на то что у нас плохие соседи это говорит начальник гарантийного отдела я надеюсь что после этого видео как минимум руководство ленстроит реста подумает о том что как этот человек вообще может занимать свою как бы должность и заниматься тем чем они занимаются в итоге спустя три месяца у нас решена пока одна проблема остальное почему-то делать никто не хочет у нас дома маленький ребенок и мы как бы мучаемся живем уже здесь три месяца и постоянно слышим наших соседей то есть но мы живем в режиме пожалуйста сделайте потише очень громко можете пожалуйста не кричать ну это странно согласитесь что мы мучаем и соседи снизу и мучаем себя но вот такая вот история у нас ленстроит рестом и мы к сожалению такие не одни у меня собственно говоря очень похожая история я значит принял квартиру шестнадцатом году здесь два года более-менее мы жили пока не появились у нас соседи появились соседи снизу сверху и собственно говоря начались вот эти у нас приключения шумоизоляции то есть понять источник звука было трудно поэтому запомним голос своего соседа я пошел по этажам узнавать кто же это все-таки есть вот оказалось что сосед снизу ну чтобы вы вот понимали насколько слышно соседи то есть я слышу все о чем он говорит при том они не буянит не кричат они просто разговаривают друзья я не знаю передаст камера или нет сейчас мы его жильца как это правильно называется я не лакандри я не лакандри попросил соседа внизу включить телевизор я отчетливо слышу телевизор что там монотонным голосом говорит диктор а когда это вечер когда уже все спят когда это тихо это еще громче слышно когда заработал холодильник не был очень что-то пылесос то есть звук так резонирует по квартире из-за применяемых материалов застройщика я уже не говорю про то что когда не извиняюсь находишься в санузле когда там кто-то чихнет в ванне то есть ты говоришь соседа будьте здоровы и тебе говорят спасибо то есть ну вот с этой проблемой я столкнулся тоже и честно говоря руки у меня уже опустились свое время это два года назад было тут вот как раз дмитрий группе нашего застройщика обозначил опять эту проблему вот и я решил активизироваться вот может быть что-нибудь сейчас и получится то есть ко мне тоже очень долго шел гарантийный отдел в этом все очень долго было кучу заявлений написал они пришли посмотрели походили по квартире вот так увидели что там дырок у меня нигде нету и написали акт написали акт что ваша квартира соответствует всем нормам никаких замечаний нет беруши кстати давали при приемке беруши не давали но я пришлось покупать регулярно покупая да ну вот чтобы вы понимали я в берушах не могу уснуть потому что все равно все это слышу но это вот если ребенок кричит у него же более надо надо за вот такой куда там вообще прав полный значит у вас все в порядке но как рекомендацию написали мне сделать заключение по шумам я прям цитирую заключение по шумам вот и пришел к выводу что это очень дорогостоящее вот у меня руки опустились поэтому я решил своими силами как-то предотвратить вот этот хаос который живет просто у меня дома вот у них философию ли строит рест живи вот а я всегда им пишу что у вас должна быть философия живи в аду на самом деле ну действительно это так потому что жена у меня засыпает берушах потому что слышно соседи у них появился ребенок беруши просто не помогают ребята ну вот она как-то засыпает а я вот беруши все равно его слышу и приходится писать ему на телефон а на мне однокомнатная квартира слышно на кухне слышно в комнате слышно в коридоре в санузле со смежных смежные соседи начинает пылесосить я слышу на кухне как будит их пылесос в комнате может представить что такое вообще творится ну и когда должны понимать когда здесь это все вместе здесь настоящий концерт то есть я порой бывает прихожу домой еще жены дома нет хочется отдохнуть я пришел а я вот захожу в квартиру темно в квартире открываю такое ощущение что у меня в квартире кто то есть потому что я слышу голоса сверху снизу и смежная квартира и вот они все вместе это полный концерт получается я на это получается это когда каждый день это во первых на тебе складывается это эмоциональная такая сильная нагрузка за того что ты приходишь домой не отдыхаешь это приходишь понимаешь что здесь будет психолог уходит уже это пылесос куча пылесос и я слышу как у него пластик скрипит на офигеть это вот телевизор работает пылесос работы для тысячи сверху соседями это это очень сложно воспринять вот так когда они не попадешь в эту ситуацию когда ты в этой ситуации оказываешь ты понимаешь что что надо что-то делать то есть я уже поехал к родителям взял ковер постелил ковер на пол не помогло я поснимал все вот эти плинтуса которые по периметру комнаты на кухне залил туда герметика звукализационного почему на полу не на стене потому что вот я подумал что на полу может быть он поможет не помогло потом значит я поснимал везде вот эти вот плинтуса здесь я заделал вот видите вот здесь я пытался то есть там вот я шума по этим изоляционным герметиком заделывал под умены сверху может поможет в итоге по периметру везде по квартире так прошелся это мне тоже не помогло потом я принял решение зашить вот эти трубы отопления которые вот эти две идут где вот эти стаканы зашить так таким коробом звука не звукализационным обычным гипсокартоном верхом моей мысли стало сделать в интернете нашел значит что можно сделать вот такие вот штуки вот смотрите здесь это я потом здесь заделаю покрасивше это пока так экспериментально здесь все в песке туда песок засыпал так я понимаю это уже вот столько высыпалось вниз вниз сыпется соседу сыпется песок вот этот ну совсем чуть-чуть там с горточку трубы то какие у вас красивые застройщика это второй был этап ведь ее пытался делать это еще до вот этих коробов я пытался на колечко так и толстяной трубы ведь пытался заделать такими вот штуками думал это поможет но это тоже не помогло то есть и где-то на сайте увидел что если так сделать засыпать туда песок то звук принципе немного станет поменьше вот я собственно говоря такую операцию провел ко мне приехал мастер сделал красивые эти короба мы сейчас их покажем там будет наверно в обзоре в андре вот я засыпал туда песок и тут ко мне подходит мой сосед и говорит что там ремонта никакие не делал я говорю но слушаем ремонта не делал но пытался избавиться от вот этого звука который комиссии квартиры попадают и я засну объясняем эту ситуацию что я сделал такие вот короба засыпал туда песок он высушил я вот думаю что мне песок с потолка сыпется представляете вот я засыпал в эти маленькие короба песка и теперь человеку на голову сыпется песок лесу и трес сказал что все в норме ребята все в норме собственно говоря вот такая у меня история но длится это вот у меня с 18 года то есть уже четыре года четыре года мы живем просто в аду на самом деле тут очень важный момент почему мы именно купили здесь квартиру мы смотри много жилых комплексов и так далее но здесь вот как застройщик преподносит свой жилой комплекс то что это для семей что здесь тихие закрытые дворы тихий жилой комплекс мало квартир на этаже малоэтажность плюс это немножко за городом да у нас то есть вот мы поэтому здесь выбрали но оказалось что переехав сюда из города из как бы до муравейника мы оказались наоборот в худших условиях потому что там мы не слышали соседи практически никогда здесь мы просто знаем о них все вы не подумайте что это реклама до этого у нас была квартира в сеттл сети зима-лето и за четыре года что мы там жили а мы туда вот то есть было приняли квартиру въехали ремонт от застройщика не было никаких проблем с шумом то есть о соседях мы ничего вообще своих не знали и все проблемы которые нас возникали как правило нам их старались решить максимально быстро но именно отношение было лучше но это не реклама это просто опыт нам да там было минус а была днушка маленькая площадь вообще 30 квадратов но поэтому мы решили там продать здесь купить вот потому что ребенок появился но сейчас мы вспоминаем как нам там было хорошо по сравнению с этим же к хотя там машины во дворах очень узко много людей там на этаже по 16 20 квартир но это на самом деле никак не мешал жизни по сравнению с тем что у нас здесь происходит и застройщик не хочет решать нашу проблему на что еще хочется рассказать про этот живой комплекс немножко про управляющую компанию у нас вот мы уже здесь живем третий месяц за три месяца у нас так и не закрыли дворы хотя до преподносит что закрытые дворы вот пожалуйста ну вот она горит вот у нас есть даже ключ но канат да это не работает здесь резинка только тупич все работает я починил до сих пор вы можете зайти выйти спокойно у нас уже здесь несколько раз ломали качели у нас не было установлено мусорка ну и и поставили пару дней назад но еще не оборудовали так хотя за мусор мы уже все платили вот это такие небольшие проблемы именно управляющей компанией да да это правило это проекты ленство трезвит это и не лакантри и не лакантри до управляющая компания которая почему-то тоже не спешит делать жизнь хорошие ну вот можно даже здесь будет посмотреть как открыты все ворота которые должны быть закрыты собственно говоря мы оказались такой ситуации когда нам хочется жить но мы этого не можем и у нас остается только один выход потому что уже гарантийный отдел просто можно сказать практически посылает повышает голос говорит о том что вы нам надоели хватит звонить и мы очень заняты у нас других много проблем мы вынуждены будем обращаться уже в экспертизу обращался я уже связался с адвокатом и нам придется идти в суд с этим делать то есть я настолько максимальный и лояльный клиент был потому что там какие-то обои может быть плитка я на это все закрывал глаза вот в этом проблеме когда ты не можешь просто спокойно жить у меня тоже есть беруши как у максима которых я засыпал долгое время ну надеюсь хотя бы гласности то что мы об этом рассказываем немного повлияет на застройщику и 10 раз подумайте прежде чем вестись на красивые вот эти вот дипломы которые застройщик себе выдает и описание у них на сайте купили бы здесь еще раз квартиру на самом деле нет если бы я знал что будет такая ситуация то несмотря на все вот эти закрытые дворы в принципе красивые дома нет я бы не стал трачить свои деньги покупать здесь квартиру еще здесь стадион есть недавно открыли стадион на фитнес-хаус вот это вот плюсы огромные макдональдс который может уже не откроется так и собственно ряну пробки пробки здесь с утра залезть в автобус это нереально вот уже супруга у меня ездит очень тяжело порой бывает на машине тоже тяжело отсюда выехать я могу вам рассказать как вот я катаюсь на машине по утрам у меня получается если попасть в окно когда все уже уехали на работе 8 20 еду то есть я за 30-40 минут доезжает до ладожской на своей машине вот если я еду раньше то то есть как бы я выехал раньше но время просто увеличивается езды с неважно то я все равно приедут к 9 условно туда вот это нужно ловить вот это окно здесь парковка которую недавно откопали и там хранился строительный мусор и вот сейчас тает снег и там просто куча каких-то гвоздей и так далее вот в чате жильцов уже на соседи 5 там прокололи себе кольца кстати и это тоже почему-то никак не решается никто не хочет это убирать а здесь вот вот сюда да 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 вот здесь она все валяется то есть вот и тут доски с гвоздями вон видите вот это все вот здесь вот вы здесь то есть выезжаешь ты как бы рискуешь на все это напороться на весь этот мусор нас таких на самом деле здесь много но просто не все хотят сниматься и многие люди не любят камер но мы рассказываем о тех проблемах которые некоторые еще и боятся боятся вот сейчас дмитрий когда в группе написал застройщика про эту проблему я активизировался я уже говорил и написал там большое сообщение что ребята присоединяйтесь давайте мы вместе сильнее и собственно говоря на следующий день мне пришло сообщение от управляющей компании меня внесли в черный список черный список и удалили я теперь не могу писать сообщение в данную группу такая большая когда ты едешь с работы в семь часов подъезжаешь съезду на кат и навигатор тебе показывать у тебя до дома еще 30 минут а здесь чтобы понимали от съезда кода до и нил и кантри и порядка трех километров три километра каждый день практически под по 30 по 20 минут приходится стоять снова с робки вот посмотрите еще на ну вот пойдемте еще там посмотрим смотрите да 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 есть ну еще не из интересного у нас по идее должны стоять шлагбаумы потому что та парковка вдоль внутреннего двора где идут магазины она тоже должна быть закрыта но когда нам то есть он должен быть этот шлагбаум но все переносится 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 обещают что весной и на данный момент у нас паркуется соседний комплекс жилой через дорогу вся вот вся парковка уже заставлено вообще не этими жильцами даже не из этого дома когда там делали небольшой красили стены так далее строительный материал на одну ночь пока все сохло мы выставили в коридор вот на свечу утра я прихожу материала нет все написал заявление приезжает даю бумагу и мне два дня не дают никакого ответа что да 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 сейчас сейчас нужен специалист в итоге через два дня мне говорят а у нас эти камеры которые здесь висят они просто не работают еще а мы за это уже платим да вот мы за телевидение платим которые нет ну и в принципе если хочешь здесь нормально жить я понял тоже если ты без машины это это очень плохо осознаю что если бы не было машины то это очень тяжело но в данный момент просто то есть ты садишься в автобус и забиты все забиваются и ты со всеми машинами и со всеми в этой же пробке ездишь вот это кстати называется в них и nila club это новый комплекс они продают насколько я понимаю у меня товарищ купил квартиру за 10 миллионов банави однушку сейчас просто волосы да 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 у него просто волосы сейчас уже сидеют он не знает что будет посмотрел еще ваше видео вот это вот где там дыра в плите обратите внимание вот на эту как раз ведь и в центре кадра сейчас плиту так камера фокусируйся о видите что это все закрыто цементом видно что это свежая и что-то здесь пошло застройщика не так а чуть поднимаю камеру выше и обратите внимание что они просто раздолбили плиту и так ее и оставили то есть поставили а все равно это строит для россии и вот сожалению такие моменты доверие к застройщику не внушает потому что напомню здесь квартиры стоит более чем 15 миллионов за однокомнатную квартиру стоили ремонт от застройщика до ремонт вот это все двери все все что видим мы это на стенах на потолке на получше от застройщика по год эти трубы может быть помогло и залью туда соответственно пены потому что там за ними там прям дырки какие-то непонятные были и хочу туда песка засыпать может быть это поможет в итоге я купил он доском я нашел тебе проблему все этим скинул еще на заявление написал и даже не знаю что сказать но вы все сами спасибо застройщику и за наши светлые красивые квартиры да ну спасибо спасибо большое да не на самом деле без шуток но если ничего хорошего в этом нет и самое ужасное что при приемке ты никогда об этом не узнаешь друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а а